Расстоял снег, расстоял асфальт. Такая народная шутка. Уже не первую весну гуляют в сети. Плохие дороги после зимы уже перестали кого-то удивлять. Кто виноват в такой ситуации и что делать, сегодня выясняли на еженедельном совещании главы Чувашия. Яма на яме. Так можно характеризовать состояние республиканских дорог после зимы. Дороги разрушаются там, где не проводится ремонт вовремя и там, где нарушаются технологии восстановления. Сейчас на дорогах работают 7 бригад и 21 единица техники. Министр транспорта Владимир Иванов рассказал, что в субботу он проехал по некоторым дорогам республики, чтобы лично проверить состояние трасс. Проинспектированы трассы Чебоксарского, Цивильского, Канарского, Бресинского, Вурнарского и Красноармейского районов. Для поддержания дорог в удовлетворительном состоянии ведутся работы по ямочному ремонту проезжей части дорог. Выездное инспектирование показало, что федеральная трасса находится в нормативном состоянии на предмет ямочности. Из замечаний можно отметить практически полное отсутствие дорожной разметки на исследованной территории. Плохое состояние дорог на подъезде к селу Иши Хазаны. Сейчас идет ремонт более тысячи квадратных метров дорог. Работают три подрядные организации. Вот Дорстрой, Мизон и КФХ Макарова. Владимир Иванов отметил, что качество и своевременность ремонтных работ не устраивает. Вчера сотрудники Чуваши-Пурдора также выезжали на автодорогу Сура, где вообще работы не проводились. А там достаточно серьезная ямочность и как раз автодорожное покрытие не соответствует нормативному. И мы подрядчикам уже поставили это на вид. И особо будет нужно внимание, своевременности, качества выполняемых работ со стороны подрядчиков. Мы их в покое не оставим. 5 миллиардов, 100 миллионов рублей выделяем на дорожное хозяйство. Это огромные средства. В один год мы никогда не выделяли. И практически, если яма образовывается, его должны уже закрывать. На совещание в Дом правительства пригласили основных подрядчиков, которые сейчас ремонтируют дороги. По их словам, они знают о существующих ямах и ждут, когда состоятся аукционы на ремонт проблемных участков. Мы выполняем ямочный ремонт на своих участках, мы все поддерживаем. Но ненормативных ям не позволяем производить. Есть трудные участки, что по федеральной сети озвучили сейчас только в районе Шихазан, потом за Гесом и в районе Юж-Косы. Вот эти тяжелые участки, но пока вот эти участки, они все ждут капитального ремонта. По данным ГИБДД, почти половина аварий случается по вине плохих дорог. С 18 марта за ненадлежащее состояние трассы, а также за несоблюдение требований при строительстве и реконструкции, штраф увеличивается в 10 раз. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика.